Всем привет! Меня часто спрашивают, почему я не играю за Германией. Впереди великий день, 71-я годовщина победы советских войск над фашистскими захватчиками. Это отличный повод поговорить на эту тему. В этом видео я выражу лично свою точку зрения. Я прекрасно понимаю, что оно способно вызвать бурю эмоций. Тем, кто давно следит за моим каналом, те в курсе, что я уже анонсировал этот видеоролик. Почему же я не играю за Германию? Причина проста. Это вопрос воспитания и сформировавшегося мировоззрения. Мой принцип, если хотите. Я человек, рожденный в СССР. И с детства воспитан на общепринятых понятиях того времени. Безусловно, какие-либо отступления от заслуг советского народа в победе над фашизмом и его вклад в итоге Второй мировой войны для меня незыблемы. Можно много говорить на эту тему, но проще просто перейти к фактам. Стороной, проявившей агрессию, являлась гитлеровская Германия, что просто бесспорно и доказано на Нюрнбергском военном трибунале. В общей сложности за годы Великой Отечественной войны Советский Союз потерял 26,5 миллионов граждан. Разрушено 1710 городов, более 70 тысяч деревень, 32 тысячи заводов и фабрик. Нет ни одной семьи, которая бы не коснулся ужаса этой страшной войны. Чего стоит генеральный план ОСТ, расовая доктрина и концепция жизненного пространства Генриха Гиммлера, которая подразумевала уничтожение и выселение русского народа с исконных территорий и заселение их немцами. Нельзя забывать про ужасы концентрационных лагерей или правильно называть их фабрики смерти, которые сотнями находились на территории Европы и фактически занимались воплощением зверских планов по искоренению целых народов. Треблинка, Майданок, Освенцун, Сабибор. Кто-то готов поспорить, что этого не было? Не будем касаться других пострадавших народов и стран, хотя тут все так же очевидно. Так же, как очевиден вклад советского народа в исход Второй мировой войны в целом. Еще пару примеров я приведу из своего детства. Как все мальчишки, мы играли войнушку, ну и как полагалось все дети делились на две команды. И я не помню, чтобы одна из команд играла за немцев. Да и вообще слово «фашист», «немец», «нацист» – это были практически ругательные слова. Если тебе так назвали, значит ты кого-то очень сильно достал. Вот на чем закалилось мое отношение и мои принципы. К сожалению, в истории очередной раз пытаются переписать. Молодому поколению называются чужеродные взгляды и понимания, причем силами не только пресловутого Газдепа, но и с помощью наших народных представителей сильного мира сего. Все как в нашем случае. Это игра. Ничего страшного. Это нормально. Я никогда не считал себя патриотом, но всегда пытался отстать свои убеждения и принципы. Любая игра содержит какой-то смысл, и я, играя в нее, вживаю свою роль. Никакие плюшки и бонусы не заставят меня отказаться от своих убеждений и передать предков. И это касается не только игры Героя и Генерала, но и других проектов, где возможен выбор фракции. С Днем Победы, друзья! И пусть война никогда не уходит за пределы видеоигр.